Всем доброе утро, давай зайди в кадр Привет Ты готовишься по срижке? А ты-то готов? Да, готов Так это я не рассказываю, что я буду делать Нам с утра, грубо говоря, в кавычках, привезли вот такую штуку Почему не будем, грубо говоря, в кавычках? Вокролл Мы заказали пакетик И сейчас мы будем выкладывать на тарелочки и кушать Это роллы Давай Мы пошли Я пошел за зайку За зайку пошел Звездочку свою провожать Езду На парикмахерскую На автобус И взял маковку с собой Гулять Погода у нас теплая сегодня Пока еще только 13 градусов Да ладно, уже 16 Но обещают сколько? 29-30 Это вчера было 29 Хотя обещали 25 Да Тепло, тепло Сегодня уже На солнце-то уже все Вот Одену темную одежду Пусть если что портят, но Обычно как уже парикмахерскую крашусь Одену какую-нибудь красивую одежду И Все в краске Тепло Да вообще должны на голову раздевать Да Или свою эту шкурку одевать Должны Давать Какой там Мака в коже хочет Держи ее Ну не сюда Ее держи Камеру Я не могу на камеру держать Вот Я голову вчера помыла Хотя можно было и не мыть ее Так там Обычно На грязной голове красят Так лучше краска прилегает А мне кажется нельзя на грязной Нет Наоборот говорят не мой Им труднее потому что волос пушится Им труднее Им надо чтобы он был такой А пока жена Она делает прическу В парикмахерской Я решил заварить вот такой чаек Голубая Мача Мача Не мача Мача Вот Без кофеина он Идет Сейчас попробуем Так Пакетик там Еще венчик надо идти Вафа Ты уже два раза кушала Сейчас будем третий скоро кушать Жара стоит Смотрю фильм Второй фильм смотрю Видео доделаем И сейчас гулять пойдем Попьем чаек и пойдем гулять Сейчас я покажу как готовлю я чаек Вот Вот в таком вот пакетике Вот в таком вот пакетике Пetzеро Такой синенькие голубя И даааа Сейчас Я его приготовлю Попробуем у меня получился такой цвет темно-темно-синий сбить у меня венчиком не получается да и я не понимаю как его сбивать может воды надо было меньше наливать вот это первая проба и надо еще добавить пару капель лимона написано пусть ты чё будет меняться после по капель лимона у нас здесь конкурсия А что там синие? Ещё более синий станок Я надеюсь, что он в первый раз такое пьёт Я даже не знаю, как его пить Смотрите, что тут ещё устоял Всё просыпал, через чайник обсыпал Я когда решил налить кипятка, задел этот чайник Я уже всё просыпал Что-то мне кажется, я много воды налил До пены, до пены Вот нарисовано вот так, ой он должен быть Ну что-то я не знаю, что должно быть У него положено Одну чайную ложку чая в чашку Долейте 200-250 грамм Сбейте венчиком или капучинатором для лёгкой пены А, ну венчиком это походу без пены будет капучинатором Чтобы напиток был фиолетового цвета, просто добавьте несколько капель лимонного сока Пробуйте Используем всё как натуральный синий краситель Где-то как натуральный краситель синий Мдаааа Где-то синюшный А, можно и с синего пустить Наверное фиолетовый превращать я так понимаю будем пробовать, сейчас помешаю еще это напиток получается из тайского чая анчан перемалывая красивые синие цвета колокольчиков в мельчайший порошок в таком виде синий чай заваривается подобно японскому чаю матча матча, матча, матча взбивается за помощью венчика до появления нежной пены и используется в приготовлении других напитков например кофе латте и у нас мозг надо хотя бы посмотреть как готовить и до какой пены взбивать я не понимаю жидкость просто вода и 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 Вот тут реально прям надо садиться и наслаждаться. Если только надо проверить. Посмотрите, в интернете что пишут про него. Если натуралка, то можно попробовать так сесть, тихонечко перевивать. Наслаждаться. А если химия, то химию я не собираюсь такую пить. По вкусу, по вкусу, сложно сказать еще. Я кипяток не чувствую. Так вот нотка есть какая-то такая тоненькая, цветочная. Прямо небольшая, потому что у них... Вот кто-нибудь, если в детстве синие руки уже жевал, Я, например, в детстве пробовал эту зайчую капусту, басильки, не помню, пробовал, не пробовал. Ну что-то вот такое цветочное, когда берешь, пипетку ты открываешь, высасываешь. Сладость, вот такой же тонкость. Интересно, конечно, сочетание. Так, что совсем приятного чаепития синего. Все зубы уже. Так что буду пить чай. Ой, кто-то звонит. Там солнышко звонило. Говорит, спускайся срочно. Вот иду, спускаюсь. Иду домой. И сейчас посмотрим на Мишкину реакцию, на мой новый цвет волос. А вы хотите его узнать? Мне вот интересно, как он отреагирует. Этот цвет волос. Где зайка? О, я спускаюсь. Меня-то не надо пока снимать. Не надо? Че, как тебе? Необычно. Нравится? Все спалил. Катеночек. Красиво? Ну, мне нравится. Ну, сними меня. Давай, разворачивай камеру. Раз, два, три. Вот такая. У меня еще такие разные. Еще кудры завели. Подарок. Красиво там сзади? Да, сзади красиво. Сделай фото. Может, не выключать, а фото сделать. Там можно фото сделать. Как я вам такая... А, как тут? Остановить? Нет, как я вам такая новая. Необычно. Да. Ярко. Ярко очень. Ну, это пока новая цвета, мы можем посмотреть. А, здесь такие останется? Да. А, ты свой? Это специально так. Свой, да, оставила? Да. Специально так сделала. Потому что можно было от корней покрасить, но я не захотела. А, почему? Там надо его будет поддерживать, потому что корни они быстро отрастают. Ага. Очень быстро. Что вот такая, я, косойка, косотка. Как надо платьишко одевать? Вот в такой подболке, смотри, в таком одеянии. Я, короче, пошла. С такими кудрами. Ну, все, пошла на мой платье одевать. Причесочка мне понравилась. Яркая. Просто непривычно. Когда вот зайка показывается первый раз, у меня такой... И плачет. А тут даже не плачет. А тут даже мама прошла. Тебе и надо платьишко? Да, сейчас пойду платьишко одену и пойду фоткаться. Куда пойдешь? На улицу там, освещение хорошее, на уличное. Пока солнце светится. Рыжий, рыжий, канапатый. Раздаваю всем конфеты. Матка рада. Ой, звезда. Да. Мы пошли фоткаться и отдыхать. Ты, как жала, цветочки. Повернись там. Пока они это... Не завяли. Да. Надо пользоваться моментом. Что зря подарили мне их. Зайка, зайка. Зайка. Солнышко падает. А ты хочешь с этим? С боками? С этими? Я снимаю. Мы уже возвращаемся с фотосессии. Вот так у зайки. У солнышка выглядит... Ой, звездочка. Она у меня сейчас звездочка. Мы поменяли ее. Реймбрединг сделали ей. Вот так выглядит у нее прическа сзади. Перепрыгивай. Бонни. Чветочки еще пахнут? Конечно. Моими любимыми хоризонтемами. Ой. Че, че, вот наши там розы, не розы. Они розы через неделю уже отпадают. А вон хоризонтемы стоят и стоят. Несмотря какие хоризонтемы еще. Ну я стараюсь выбирать вот эти королевские. Как раз по звездочку. Да? Да. Уже только фоток мы делали. Фу, теплеет. Ладно, пойдем мы. Пошли мы с такой красивой прической в ресторан, да? Котяночка. Угу. Заказал себе салат с этим. С фунцоном, да. Правда он уже подъел. Да. А сайка? Очень вкусно. А у меня рыбка. Вот такая.